Открытие секции прошло при поддержке благотворительного фонда Синара, который выделил средства на приобретение специального фехтовального инвентаря. Стоит отметить, что до официального открытия секция фехтования в Южной части действовала уже месяц. Ребята тренировались по специальной программе. Загруженность большая спорткомплекса в Южной части. Очень много групп желающих заниматься и платно, и бесплатно. Очень много просят. В частности, буквально вчера получил директор письма с просьбами пустить ЦРДЮ заниматься, подросток. Сюда дворовые клубы от детской спортивной школы, отделения футбола здесь у нас на базе учреждения занимаются. Поэтому мы два раза в неделю занимаемся на базе 16-й школы. Нам Михаил Дмитриевич Дрягин разрешает заниматься в спортивном зале, дает нам инвентарь тоже. А в субботу мы занимаемся вот здесь, в одном спорткомплексе. Пока в секции занимается одна группа из 20 детей, поскольку тренерская ставка только одна, и ее делят вдвоем Светлана Кожанова и ее воспитанник, кандидат в мастера спорта по фехтованию на шпаге Павел Мельников. В планах тренеров, чтобы уже весной ребята поучаствовали в своем первом турнире. Инвентаря пока немного, и не имеет смысла набирать две группы, поскольку это очень сложно. Организовать тренировочный процесс при небольшом количестве инвентаря. Для ребят были проведены показательные выступления, а также каждый смог впервые взять в руки рапиры. Начало положено, теперь хочется верить, что у воспитанников секции фехтования, располагающейся в муниципальном бюджетном учреждении спортсооружения в южной части города, впереди много удачных турниров и громких побед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok